Всех приветствуем на канале, я Роман Головин. Всем хорошего настроения, приятного просмотра. И сегодня хотел бы поговорить, почему заканчиваются чувства, отношения, вообще почему эти чувства возникают. Тема на самом деле очень интересная, для многих людей непонятная. Особенно для тех, кто впервые попал на наш канал, или только приобщается к тематике духовного развития. Смотрите, значит, существует несколько вариантов, когда люди сходятся. Первый вариант – это по программе. То есть у каждого человека есть на энергетическом уровне программа. И вы должны найти мужчину или женщину. То есть специально, как испытание определенного. И у ангела-хранителя, и у ваших учителей тоже такая программа, чтобы вас притянуть. Помимо того, что вы это делаете, еще вот ваши учителя на тонком плане тоже отрабатывают свою программу, чтобы вы все вместе встретились. Поэтому, когда вы встречаетесь, вы выполняете эту программу. Есть второй вариант, когда по энергии. По энергии выборов всегда больше. По программе, как правило, один раз в жизни бывает нужно друг друга найти. И, как правило, до 30-35 лет. Все, что после, уже очень редко, когда прописывают. Если взять 100 человек, ну там может быть из 3-4 человека, кому-то надо после 40 уже кого-то специально искать. Далее, по энергии существует довольно-таки много совпадений в этой жизни. Ни один, ни два, а может и даже больше. У каждого человека есть своя энергия. И другой человек подходит по энергии. И это очень важно по совместимости. И когда многие думают, что вот сейчас я найду по энергии, я сейчас найду человека по программе, это мы, скажем так, душа в душу будем жить. Поверьте мне, это далеко не так. Почему? Объясню. Часто тоже это бывает. Тоже и люди живут душа в душу, то есть подходят идеально друг к другу. Это не только, скажем так, совпадение, совместимость. Зачастую, почему людей сводят друг с другом, чтобы люди помогали друг другу развиваться. То есть один ведущий, другой ведомый. То есть один дается другому, как бы, да? Один отрабатывает, как его научить, а другой пытается научиться. И когда вдвоем вы развиваетесь, значительно легче. То есть не один порознь где-то, а когда вы вдвоем, и ваши энергии, когда вместе, то есть у вас быстрее и больше шанс духовно развиться, открыть какие-то сверхспособности. Это очень важное замечание. Также и по энергиям. Большинство людей на планете, 90%, я грубо говорю, потому что статистику никто не проводит и не проведет никогда. Это просто невозможно. Потому что к нам все-таки обращаются более-менее развитые люди. И по моим пониманиям, сколько через нас проходит людей, статистика тех, кто к нам обращается, ну 85-90% людей не совпадают друг с другом вообще. То есть нужно всегда проверяться. А это очень важно. И таким образом, да, люди живут, рождаются дети, потом разводятся там, да, то есть нету понимания, то есть эти люди легко изменяют, уходят из семьи и так далее. Есть еще близнецовые пламена. Раньше они чаще встречались, чем сейчас. В последнее время на нашей планете это большая редкость. И даже встречаются близнецовые пламена, но они не должны быть вместе. И, кстати, иногда близнецовые пламена могут быть, скажем так, такого нету, что они постоянные навсегда, да, то есть иногда души эти меняются, то есть одна частичка другого может переформатироваться, да, на тонком плане. Она теперь будет ваше, близнецовое пламя, а то, которое раньше ваше было, будет чье-то другое. То есть они смотрят, вот, допустим, ваша частичка души и другая частичка души, они начинают развиваться. И через какое-то время видят, что одна часть гораздо сильнее развивается, другая менее. И они смотрят, где еще, допустим, на земле или еще где-то существует тоже примерно похожая душа и стараются их подогнать друг под друга. Потому что, когда одна часть души развивается, а другая часть не успевает, то есть та, которая резко развилась, должна ждать другую душу. Ну и так далее. То есть сейчас, конечно, не об этом лекция, но, чтобы вы понимали, все-таки в близнецовых пламенах тоже не все так просто. То есть это, наверное, уже отдельно лекция. Вот. И когда, допустим, люди друг к другу идеально подходят, там, по программе подходят, скажем, по энергии. И вот, когда по программе вы подходите и ваша программа заканчивается, она может быть 5 лет, 3 года, 10 лет, 30 лет, 40 лет, неважно. У вас уже пятеро детей будет. И вас могут выписать из программы. То есть это как некое испытание и смотрят, что вы будете делать. Кто-то не может уже без друг друга. То есть привычка уже настолько впиталась, вы прикатались друг к другу настолько сильно. И вдруг живете-живете на ровном месте. Оп. Полное непонимание, разлад, непонятно, что происходит. Понятно, что есть темные, которые это делают. Понятно, что есть порча с глаз. Сейчас речь идет именно о штатной ситуации, когда ваши учителя, которые отвечают за ваши души, сами это могут сделать. И таким образом вы друг другу уже никак не подходите и ваши программы закончились. Естественно, люди начинают переживать, а что делать, помогите. Иногда можно друг другу опять вписать программу, что мы и делаем успешно, а иногда нельзя. И, к сожалению, не потому, что мы не умеем, а потому, что не дают разрешения. Все, вот сущности решили вот так. Просто вот некоторым людям, нашим слушателям, тем людям, которые встали на духовный путь развития, понять, как это все устроено, что настолько все индивидуально, что вот они захотели так сделали, захотели вот так сделали. Кто-то это воспринимает нормально, кому-то это не нравится, кто-то пытается быть свободным, сам решать, что вот я именно вот так хочу, а вы вот так будете делать. Понимаете? То есть, на самом деле, все вот эти нюансы, они никак не повлияют на ваше развитие, что вы будете упираться, что вы согласны с этим, не согласны. Оно существует, и все. Вот представьте, вы живете в государстве, работаете там, что-то делаете, а потом узнаете, что вы там незаконно какой-то сарай построили, что оказывается, надо было там не один метр отступить от забора, а три метра, например. И в связи с этим незнание законов не освобождает ответственность. Здесь то же самое. То есть, вот вы живете, смотрите одно видео, другое, какие-то книги читаете там, откуда-то еще информацию берете, сами ли ее получаете, перевариваете, и у вас внутренний мир вот этот духовный строится, приходит понимание какое-то. И в один прекрасный момент вы говорите, нет, я не согласен, я не хочу так жить. То есть, это уже ваше отношение, ничего не изменится. Понимаете? Есть сила, государство, например. Подчиняетесь вы ему, не подчиняетесь, просто приедут люди в саму, в бараний рог и в тюрьму, как бы, все. То есть, здесь все просто, там то же самое. Есть темные на планете, нету темных, пятеро у вас детей, десять у вас детей, есть ли у вас какие-то чувства, нет. Да, они иногда подстраиваются под это, но если у вас жизненный урок, если у вас испытания, конечно, вы все это будете проходить, однозначно. Вот, как ни крути, вы будете считать, что это несправедливо, это плохо, там что-то роман вроде не то говорит, или Настя что-то фантазирует, все что угодно можно говорить, но оно так и будет, понимаете, потому что обижаться можно на сущности, на весь мир, там, вот, говорить, что вам что-то не везет, специально делаются такие испытания, чтобы вы через это проходили. Когда мама умирает у вас на руках, когда ребенок умирает, когда разводитесь с любым человеком, ни с того, ни с сего, это тоже своеобразное испытание, для всех, для ваших детей, для вас, как бы, да, справедливо это, несправедливо, вот, как это все пройти, перебороть, пойти к психологу, заняться хобби каким-то, да, новым, пойти в спортзал, в бассейн, в баню, там, хобби новое придумать, больше на природе быть, больше медитировать, заниматься йогой, дыхательными какими-то упражнениями, думать больше о философии, о природе, куда-то поехать там, отстраниться от этого все, конечно, тяжело, я сам знаю, как это тяжело, но, к сожалению, как бы, ну, так мир построен, да, вот, кажется вам грубо, но это, чувствами мы не наделены, то есть, мы наделены чувствуя, наши чувства, они как рупор, они нам говорят, да, вот, эмоциональны мы, неэмоциональны, агрессивны, неагрессивны, спокойны, любвеобильны, выдержаны, и так далее, это все чувства, поэтому, это своеобразное испытание, один это просто переносит, другому тяжело, там, и так далее, кто-то очень любит, сильно влюбляется, влюбчив, третий вообще не знает, что это такое, там, да, там, пятая семья, он не понимает, что это такое, все мы разные, разные программы, разные испытания, разные ситуации, да, то есть, то, что я в лекциях рассказываю, я могу бесконечно приводить примеры, и вы не попадете в эти примеры, а если попадете, то лучше все-таки такие вещи проверять, потому что, если это темные, то чем быстрее вы это поймете, у вас нарушается ситуация в семье, тем быстрее мы справимся с этой ситуацией, порча там, либо темные, вот, либо сбой какой-то в программе, либо еще что-то, там, человек начал там пить, там, или там еще что-то произошло, то есть, на ранних этапах мы можем очень здорово в этом помочь, а потом, конечно, это уже сложно, вот, и уже, конечно, ну, когда дети, семьи распадаться начинают, конечно, сложно потом все это склеить, вот, для многих людей, да, вот именно традиционные семьи, это очень важно, особенно, кто верит в религию, кто воспитан так, да, естественно, вот мы живем для того, чтобы дети были, да, это хорошо, прекрасно, но это не главное в жизни, поверьте, мне как бы это банально, и может быть грубо, как-то с моих уст не звучало, но это не главное, да, то есть, это не мои слова, это слова, и в сущности, так мир устроен, что самое основное, это все-таки духовное развитие, а у нас, к сожалению, духовное развитие в нашей жизни, да, поставлено на последнее место, то есть, первое место, это заработок денег у многих идет, да, потом семьи, вот, потом какие-то разрешения своих проблем, друзья, а духовные все дела, они на последнем месте, хотя, многие из нас не эгоисты, начинают на себя забивать, вот, и уже начинают заниматься детьми, семьями, это все понятно, здорово, замечательно, но все-таки нужно как-то мир научиться чувствовать, и научиться распределять время, чтобы все успевать, к сожалению, не всегда это можно делать, естественно, на каких-то этапах жизни приходится впахивать, да, в три смены, и скандараться все успеть, и, как бы, не хотелось бы, там, посидеть за компьютером, посмотреть телевизор, там, с друзьями пообщаться, и так далее, иногда, такие периоды, годами могут затянуться, и, естественно, людям, очень сложно, ну, изменить себя, быстро, поэтому требуется время, кто обладает знаниями, кто психологически выдержан, готов к таким ситуациям, ситуация, это может случиться с любым человеком, поэтому бояться не надо этого, неприятно, конечно, очень, я тоже бы не хотел, чтобы, допустим, со мной такие вещи случились, как бы, да, и вам не желаю того, но не мы решаем, вот, кто-то скажет, я хочу лучше другой урок пройти, там, пускай лучше, там, пару каких-то небольших заболеваний, будет в моем организме, ну, вот, семейный очаг, он, так сказать, не приступен, не приступен, да, и человек не хотел бы, что-то другое менять, потому что, конечно же, найти нужного человека, вот, судя по моей жизни, конечно, вот, сколько вот тоже, потраченной энергии, времени, понимания, как этот человек, выглядеть должен, какой он для меня должен быть, когда ты, допустим, полу жизни этого человека искал, стремился, да, и ты понимаешь, сколько труда это все стоило, да, и не просто так не получится выйти на улицу, и вот первого встречного найти, он тебя заменит этого человека, это практически, ну, нереально, иногда приходится пол земли объехать, чтобы встретить этого человека, но это все зависит от программы, естественно, от желания сущностей, зачастую, конечно, сущности идут вам навстречу, то есть, это тоже надо понимать, они не такие уж изверги, как кажется, с одной стороны, вот, многим сущности идут навстречу, и какие-то желания есть у человека, если человек без этого не может развиваться, естественно, постепенно могут это поменять в программе, вписать человека, выписать человека, вот, создать такие условия, будет все замечательно и прекрасно. Те, кто прошли через это, да, пишите обязательно свои комментарии под этим видео, чтобы другим людям помочь, поддержать, вот, кто проходил, кто консультации брал у нас, тоже будет другим интересно, пишите, чтобы люди тоже это понимали, в нормале, чтобы эта лекция не голословная была, и, естественно, побольше вам развития духовной энергии, увидимся в новых выпусках, всем пока!